Обновление 6.00, день рождения Grim Sol уже в игре, а вместе с ним и карты локаций, временные события теперь у нас в кармане. Новые события, обитель Некроманта и босс Некромант, охотничьи угодья, тайники отрёхшихся. Объявлена 12-я багряная охота и куча наград, среди которых комплект Траурного Жнеца и Церемониальный Меч. А ещё оружейный шкаф и куча прочих изменений. Обо всём в этом видео. Погнали! Всем огромный привет! С вами Харди и мы продолжаем выживать в Grim Sol. Начнём с главного. 12-я багряная охота. Что надо делать? Всё так же выполнять задания каждодневные, еженедельные, прокачивать и забирать награды. Что среди наград? Вот такие новые карты появились, значит. Что они дают? Это просто события в твоём кармане. Ну, к примеру, тёмное подношение. Берёшь эту карту, нажимаешь и подношение появляется. Жесть? Ну, к этому мы вернёмся чуть попозже. Еженедельные задачи. Жажда жизни. Просто берём что-нибудь и едим. И выполняем. Ягодки, лук, пофигу, чё у тебя есть, то и хавай. Своими руками оружие. Бежим на локацию. Добываем обычное сосновое бревно. Из него крафтим 10 дубин. И попутно будешь выполнять два задания. Создано оружие и стальной дровосек. Добыть 500 древесины. Шеф-повар. Блюд в замке приготовлено. Каких? Какой шкаф интересный, да? Любых. На костре или на лагерном костре. Честь изгнанника выполнена ежедневных заданий. Ну, то бесть вот этих вот. Исследователь. Карт прочитана. Вот этих карт. Три штуки надо прочитать. Прах к праху. Альбрехт Отступник убит. Найти его можно в обители Некроманта. Когда заходишь в игру, она прям сразу респится. Гнев в небес. Убитый изгнанников молнией. Кого? Ну, те самые боты, которые на тебя приходят, да? Вот этой молнией надо убить. У неё урон 200. Чуть-чуть поотнимал и добил. А можно прям сразу. Раз и готово. А где взять эти три свитка? А вот они, на восьмом левеле. Багряные охоты в бесплатном, причём пропуске, даются. Свитка небесной кары. Охотничий азарт. Убито оленей в охотничьих угодьях за отведённое время. Очень простое задание, но тебе для него потребуется хотя бы две вот таких бутылки зелья скрытности. Берём эту бутылочку и нагибаем оленей. А где взять карту эту? Вот она, на четвёртом левеле. Вот она попадает тебе в инвентарь. И у тебя есть прочитать. Как только нажмёшь прочитать, она на глобальной карте появляется, эта локация, на час. И эта новая механика просто грязь. Ну и финальное задание, самое сложное. 10 тысяч очков урона подходящим оружием Альбрехту. Оглобля, дубина, лопата, мотыга, вилы, серп, кузнечный, молот, без оружия. Что у тебя есть из этого оружия? Если у тебя ещё будут плюс ко всему вот такие скиллы, лопата, вилы вообще отлично подойдут. Ну и это будет совсем восторг. Для выполнения этого задания я тебе рекомендую ещё иметь, ну минимум, бронзовую кольчугу. Плюс один слот быстрого доступа. Чтобы говёное оружие у тебя было во второй вкладке. А в основной вкладке тебе нужно оружие 70 плюс урона, чтобы убивать шкелетиков. Погнали, блин. Обитель некроманта. Новый босс добавлен в игру. Слушай, какой он клёвый. Это другая механика, такого ещё не было. Он не будет тебя бить совсем. Как это? Так это? Его друзья будут тебя бить. Ха-ха-ха, грязь. А как его искать? Вот он где-то респится и не понять, как его искать, да? Слушай, здесь на локации есть мужчина. Его освобождай. И он будет бежать всегда к этому боссу. О, один раз ему дал понюхать его, и он бежит. Ты понял, да? Вот сейчас я выполнял задание вилами. И вот он бежит прямо на него. Класс. Сам в шоке. Очень крутая механика. Очень крутой босс. Максимально непростой. Если вот эту механику не понять. Оковы сброшены. Задание выполнено. Готов был. Босс несложный. Если знать его механику. И после того, как ты сделаешь оковы сброшены. Теперь мы его можем наказывать спокойно. Никакими не вилами, а хорошим оружием. Чик. С него ритуальная масочка, да? Призы. Ну, неплохо, неплохо. И вот эти реликвии ордена, которые мы сейчас фармим для дополнительной награды. Что еще на этой локации? Вот такая, значит, его кладовая. Ее можно взрывать, даже не убивая босса. И да, тебе нужен бочонок пороха. А это 10 черного пороха. Чик. Карта темное подношение. Где достаются эти карты? Они достаются в событиях. Во временных всяких разных событиях. Забрать награду. И вот в таких сундучках багряной охоты. Сопровождение купца. Странствующие купцы. И охотничьи угодья. Хтыщ. Оп. Охотник-ветеран. Чертеж. Бехтерец с зерцалом. Новый комплект брони. Траурного жнеца. Скорость атаки ночью на 20% увеличивается. И проклятая земля, и следы аисы вообще не наносят урона. Неплохой чемодан, да? А это что такое? А это интендант. Ёл-палы. В общем, по заданиям, думаю, всё понятно, да? А что по наградам? Ну, как ты понял, карты, очки для интенданта, оружейный шкаф, ёл-палы, тот самый комплект брони, и полный комплект брони. Траурного жнеца. Не успеешь его выбить в эту багрянку. Будет возможность забрать у интенданта в будущих багрянках. Церемониальный меч. Наносит дополнительный урон в размере 15 от максимального здоровья цели. Боссы не подвержены эффекту. Оу! А это что такое? А это ещё одно новшество. Добавлены были каменный топор умельца и каменная кирка умельца. Просто тупо быстрее рубишь деревья и добываешь металлы. Ну и камень. Быстрее добыча, в общем, идёт. Чё у нас тут ещё? Опа! Зловещий рыцарь. Клинок зловещего взора. Просто вот так в наградах, да? Ёлки-палки! Короче, награды вкусные. Ещё один шкаф оружейный. Только уже в бесплатном аккаунте. И церемониальный меч жнеца только уже в бесплатном аккаунте. Шикарно, шикарно. Доходим до финала и фармим бесконечно, да? Чумоданы эти. Дальше 50-го левела есть куда расти. В общем, это просто огонь. Побежали дальше. По этому волшебному обновлению. Лагерь багряных ангелов, конечно же. Здесь у нас стоит ещё дополнительно Себастьян Кер, у которого мы забираем с тобой неплохие награды. Где фармятся эти реликвии Ордена? Везде вообще. На глобальной карте ты всегда можешь вот так нажать на локацию, да? И посмотреть. О, смотри, чё, у привратника нету. А у некроманта есть. А в одночерепковой локации есть. Сосновой перелески есть. И да, кстати, карта Охотничьего Годия, она реально падает вообще везде, да? В ресурсных локациях. Остальные карты, повторюсь, падают во временных событиях. Ну, а по реликвиям Ордена, ты понял, да? Они есть везде. Это ещё не все награды для нас с тобой. Вот он! Узрите, ёп! Интендант! Ты посмотри, как на подбор, ёп! Хопиш! Это улучшенный одноручный меч навсегда будет у тебя. Чертёж Моргенштерна-изгнанника. Фальшион-убийцы. Вообще. Ну и ну и. Если ты не выбил комплект брони зловещего рыцаря, как и я, можно его добить в эту багрянку. Также здесь у нас карта Тёмное Подношение. Петя, ёлы-палы, всего за 100, блин! Ну и Чумоданы. И, кстати, о Чумоданах. Не обошлось и без подарочка, конечно же. Посмотри в своей почте. Сундук Гримсоул! Ё-моё-моё-моё! На 30 ячеек. Памятный сундук в честь шестой годовщины игры! Ты вдумайся, сколько мы уже выживаем! Капец просто. А чё ещё такого нового? Теперь у повара не имеет значения, в каком порядке ты будешь ложить вот эти штуки. Ты всегда приготовишь вкусную блевотину. Ну, еду, еду. Может, ты умеешь готовить? Я не, я блевотину только могу приготовить. Оп! Раньше было не так, да? Что вверху, что внизу имело значение, да? А теперь вообще пофигу. В общем, здесь всё понятно. Подали... Погнали дальше. А? Класс! И стоит причём! Прям на земле! Пофигу! Где хочешь, можешь ставить этот волшебный шкаф? Что за шкаф? Оружие? В него больше ничего нельзя складывать. Но оружие-то можно и его можно улучшать. До ста ячеек! Вот, казалось бы, такая ерунда. Не, слушай, это не ерунда. Ну, не ерунда. Место, оно как бы всегда, да, имеет значение. Давай поставим вот сюда праздничный чумодан. Блин, ну, красивый, да? Вот смотри, видишь, с рогами её? Мне не нравится. Ледяной. Прикольно, но не очень. Вот этот и то, да, как-то по стилистике? Ну, ты этот посмотри. А? И ворон, ёп, ворон сверху. Красиво, красиво. Вот его мы сейчас и засрём с тобой. Продолжим. Обрати внимание. Карта тёмного подношения. Выходим в глобал. Можешь её юзать и прям дома. Нажимаем. Ха-ха! Грязь! Сам в шоке. Сейчас не ночь. И у нас появляется тёмное подношение ровно на час. Второе тёмное подношение на карте быть не может. Но! Ты можешь это облутать и через час ещё раз нажать тёмное подношение. И задание исследователь выполнено. Оп! Понял, да? Везде эти скрижальки падают. Это просто дополнительная, не слабая такая награда. У меня эти фонарики остались с нового года. Какого? Ну того. Да-да-да-да-да. Далеко, ёп. Далеко. Надо же их куда-то отдавать. 12 капканчиков. Не скажу, что я прям в восторге. А вот, к примеру, посмотри. Карта обитель некроманта. Сейчас как только он исчезнет, я могу опять его вызвать. В общем, карты, как ты понял, это жесть. Давай попробуем, кстати, выбить карту охотничьих угодий. О! Мустина её пришёл. Ха-ха-ха-ха! У свитка, повторюсь, 200 у-ро-на. Но я бы, конечно, лучше подстраховался. Ну, по идее, 200 урона. То есть он убьёт любого изгнанника, любого бота, да? Для вот этого задания. Оп! Мёртвая деревня появилась в событии. И карта охотничьих угодий. Причём она здесь чуть ли не 100% будет, да? Покажу тебе ещё одну новую механику. Смотри, какая жесть. И чё? 17 урона. А я нанёс. Ты видел сколько? Почему? Потому что у нас появился урон из стелса. Ёлки-палки. На луках был добавлен урон из стелса. Блин, это просто класс, реально. Оп! Класс, да? Блин, нам не хватало этой механики. Вот такие вот изменения. Ну-ка. Да, 100% карта охотничьих угодий. И 100% кузнечные молоты будут лежать в этой локации. Можно юзать карту прям вот так. И когда я выйду в глобал, у меня эта локация появляется. Повторюсь, для задания тебе нужны зелья скрытности, охотничьи угодья. В них есть березы, блин, прикинь, вообще грязь. И новый топор, топор умельца. Вот это задание охотничьих азарт. Как только ты зайдешь в эту локацию, тут же включается время 1 минута. Тут же. Поэтому пьем и побежали. За 2 бутылки сделаешь 100%. Ты можешь посмотреть прошлый стрим, я прям на стриме это задание сходу делал. Все, готово. 20 оленей. Никаких врагов тут, ничего нету. Только 20 оленей, ягодные кусты, счастье, блинчики и беспредел. Давай вот эти два топора сравним. Смотри, обычный топор. Раз удар, два удар, три удар, четыре удар. Вот этот топор классненький. Требуется бронзовый топор. Ну да, это же блинчики дуб. Раз удар, два удар, три удар. Меньше, меньше. Об этом и речь. Это еще одно новшество, да, вот эти волшебные топоры новые. Да, ну а на эти охотничьи угодья приходи с бронзовыми топорами. У тебя даже коника нету, а дубы будут. Ну давай. Ну блин, ну че, серьезно? Блинчики, одна штука. Я показал тебе все, кроме малого и большого сундука отрекшихся. Новые две локации, где тоже нет врагов, как здесь в угодьях. Но это уже совсем другая история. Друзья, еще раз всех поздравляю с шикарнейшим обновлением. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Если понравилось, конечно же, оцени лайком. Ты еще не со мной? Тогда подписывайся на канал на ютубе, на рутубе, яндекс, зен, вк. Смотри там, где тебе удобно. Не забывай про наш телеграм. Ну и жду тебя на стримах. Удачной тебе багряной охоты. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok